МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последний месяц осени вступила в своя правая программа Агровестник вместе с ноябрем завершает этот телесезон. Сегодня подводим итоги сельскохозяйственного года и показываем лучших селян. Доброе утро! О том, с какими результатами завершают год селяне, говорим с профильным министром. Год подходит к концу. С какими результатами мы его завершаем? По зерновым культурам мы набрали на сегодняшний день 1 550 000 тонн. То есть достаточно неплохой результат, несмотря на то, что мы не добились того, к чему первоначально стремились. Хороший год оказался по картофелю. Мы ожидаем, что общий валовый сбор у нас составит порядка миллиона тонн. В животноводстве ситуация может быть чуть посложнее, но, тем не менее, у нас неплохой рост по производству куриного яйца, порядка 13%, 5,5% рост по молоку. В натуральных величинах, как я говорил, это может быть не грандиозная цифра, но, тем не менее, положительная динамика у нас продолжается. Если говорить о животноводстве в целом, то, наверное, у нас одно такое самое тяжелое на сегодняшний день направление – это производство мяса, потому как по-прежнему сказывают все-таки последствия африканской чумы свиней в Лазаревском. Какие соглашения и договоренности в этом году стали значительными, на ваш взгляд, для области? У нас продолжается работа с Тульской мясной компанией. Не надо это сбрасывать со счетов, хотя соглашение было подписано некоторое время назад, но у нас действительно сдвинулись сроки. Немаловажное, конечно, соглашение с компанией «Эмиратура», потому что мы с компанией работали, наверное, последние полгода очень и очень основательно. Работаем мы на сегодняшний день с небольшой компанией «Тульский бык», это Веневский район, это тоже реализация мясного проекта. Он, конечно, не настолько глобальный, как у компании «Эмиратург», но, тем не менее, для нас это тоже важно, потому что мы стремимся поддерживать не только крупные, но и средние и малые предприятия в том числе. Каковы перспективы сельского хозяйства области и дальнейшие планы? Мы все-таки будем стремиться к той цифре, которая перед нами стоит, по сбору зерновых культур, это 2 миллиона тонн. Мы для этого ведем активную работу по увлечению земель в сельскохозяйственный оборот. Нормально провели сев на сегодняшний день, то есть фактически посеяли 300 тысяч гектаров, а зимы зерновых культур это на уровне прошлого года. Естественно, свекло-сахарное производство мы рассчитываем тоже его наращивать, потому что если завод все-таки у нас будет работать, а мы все к этому стремились и смогли это сделать в этом году, то и, соответственно, производство сахарной свеклы. Задачи, безусловно, важные перед нами стоят по наращиванию объемов производства мяса, по производству молока, безусловно. Ну и, естественно, нам бы, конечно, хотелось больше привлекать инвесторов в переработку. Стремиться к намеченной планке будут и крупные хозяйства, и начинающие фермеры. Впрочем, последние смело могут дать фору опытным аграриям и животноводам. Этот улыбчивый молодой человек и есть лучший фермер региона. Его бизнес-проект в номинации «Сельское хозяйство» покорил жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». О своем крестьянско-фермерском хозяйстве юный бизнесмен может рассказывать часами. У меня три участка земли. Первый – это 40 соток, где мы живем, где у нас основная ферма. Второй участок – гектар, это там сейчас пастбище, небольшая ферма. И третий участок – вот, здесь 30 гектар. Сейчас мы эту землю обрабатываем. Времени очень мало, два университета, сельское хозяйство. Еще спортом занимаюсь, хочется и погулять, но занялся сельское хозяйство в 14 лет. Ну, сначала в чем-то помогал родителям, потом все больше и больше. Сейчас это уже как образ жизни. Гордость Семена и, собственно, то, ради чего все затевалось – коза нубийской породы. Молоко от них можно получать практически круглый год. Удой составляет до 5 литров в сутки. Причем молоко имеет вкус сливочного мороженого. У этих коз – самое вкусное молоко в мире. Из этого молока делаются элитные сорта сыра. Но в дальнейшем планируем создать сыроваренное производство. А еще в хозяйстве коровы джерсейской породы, дающие молоко 8% жирности, овцы породы – тексель, чье мясо не обладает характерным для этих животных запахом. В общем, ставка исключительно на породистых. Привез нубийских коз из Америки, из Майами. Куплены они на средства гранта. Планируем разводить племенное хозяйство, первое в России. Сейчас они находятся уже на моей ферме. Здесь карантин, к сожалению, пока что показать не могу. Во всех начинаниях Семена, одновременно еще и студенты Педа-Университета и Тулгу, поддерживают родители, друзья и многие однокурсники. Некоторые сверстники посмеиваются, впрочем, зря. Не за горами день, когда Семен начнет поставить свои необычные сельскохозяйственные продукции в магазины. Что ж, у молодого фермера все впереди. И вполне возможно, что такими темпами он еще удостоится высоких наград в области сельского хозяйства. В пример многим можно поставить руководителя хозяйства Новопетровская Каменского района. Александр Комаров практически сразу после института возглавил тогда еще колхоз. И, несмотря на трудные 90-е, смог вывести его в передовые. Накануне Комарову присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области». Подобные награды селяне удостаиваются не так часто. Почти 10 лет назад это звание было присвоено доярке из Ясногорского района. Строгий, требовательный, деловой, на первый взгляд, даже суровый. Именно такое впечатление сначала производит Александр Комаров. Восклаве в хозяйстве в далеком 86-м смог вывести его в лидера, несмотря на все припятии. 90-е вспоминает, как самое тяжелое не только для района, но и для страны в целом. Цена на продукции, как сейчас помню, была мизерная. Там ячмень стоила рубль 80 по тем временам. Это практически за бесценок. Многие хозяйства поэтому просто пришли в упадок. И я, конечно, понимаю, но многие и выдержали. Была бартерная система, то есть обмен. Люди, конечно, понимали все это, терпели. Задержка зарплаты была, как и везде. Выживали селяне за счет домашнего хозяйства, а колхоз помогал сеном и зерном. Новопетровская стала одним из немногих сельхозпредприятий Каменского района, переживших трудные 90-е. Сейчас здесь прочно стоят на ногах. Как показатель из подсобного хозяйства, раньше используемого в частных подворьях как финансовая подпитка, максимум куры. Люди, если получают достойную зарплату, то смысл теряется держать такую же коровку или поросенку. Пойдут в магазин и все купят. Вот механизатор 20 дней отработал, комбайнера на комбайне. В этом году они получили, некоторые получали в среднем 150 тысяч. Если раньше люди уезжали из села, то сейчас напротив. Желающих работать в хозяйстве даже больше, чем вакансий. Бок о бок с бессменным руководителем трудятся его зять и сын. Бывают и поблажки. Но в основном у нас все строго, дисциплина. От этого все эти показатели. С годами слилось. И дома работа, все как бы вместе. Поэтому он и дом начальник, он и на работе начальник. Кстати, на вопрос, чем можно задобрить отца и начальника, отвечают, что только высокими показателями, например, урожая. Впрочем, эта требовательность во многом и стала решающей в жизни села и хозяйства. Старательный, ответственный человек, заботливый. Если бы он не был таким, значит и у нас не было. Может быть, никакие фермы не построили, может быть, давно бы тоже развалились. Раньше в районе было 13 хозяйств. А теперь-то осталось, считай, никого. Сан Саныч, именно так просто к нему обращается и старый млад, человек непубличный. Как он признается, для нашей телерадиокомпании сделал исключение, предпочитает тихо работать. Но его заслуги в области прекрасно знают. Это и социальная нагрузка, которую несет и он сам, и его хозяйство на сегодняшний день. Поддерживает школу сельскую, поддерживает детский сад, фельдшерский, акушерский пункт. То есть, фактически делает все то, что необходимо делать для того, чтобы село продолжало жить, дышать. Ну а с точки зрения человеческих качеств, мне кажется, этот человек, во-первых, мудрый, во-вторых, очень такой стабильный, устойчивый и крайне порядочный. Сейчас в хозяйстве 12 тысяч гектаров земли, половина которой под зерновыми. Остальное – кукуруза, рапс, сахарная свекла, кормовые культуры. Почти 1800 коров и телят. А у дуи с одной буренки в год на порядок выше средних областных 4000 литров. У комарова – 6000. Человеческий фактор уже не влияет на дуи молока. Корма раздает сейчас механизм. Раньше накормить просто тяжело было. Почему? Потому что сена мало было. Почему мало? Потому что техническая возможность совсем сейчас другая. Понимаете? Вот когда импортная техника пошла, удобрением начали заниматься. Раньше этого ничего не было. Техника – еще одна гордость хозяйства. Все новое, современное. И опять Сан Саныча охватывает ностальгия. Так, Степан, помнишь, как начинали комбайны с К4? Помнишь такой, да? Да, да, да. Без кабины. Потом с кабиной пошел. В кабине ни кондиционера не было, ничего, да? Дальше пыль теряется. Да. Сейчас кондиционер. Кабина закрыта. У почетного гражданина четверо внуков и надежды, что подрастающее поколение продолжит его дело. Ведь дед передает его им без каких-либо долгов. Сейчас хозяйство живет полностью на свои средства. Кредитов не берут. На этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. Желаю вам достатка в доме и изобилия на столе. Пусть удача и уверенность будут вашими постоянными спутниками. До встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин